Welcome, welcome, welcome! Ну что, новая надежда, патч 8.2, новая надежда на то, что всё изменится, ребят, всё станет лучше у нас, мы не будем смотреть больше с вами 40, 45, 50, 55, 60 и так далее, минутные игры, а будем смотреть настоящий Ма-А-А-Чи, Ма-А-А-Чи. Кстати говоря, последние матчи в Корее на патче 8.1 всё равно были энергичные. Кто не смотрел, обязательно посмотрите, мы всё откомментили, команда Kingzone, там где, Лангжу. Громила, просто громила всех. Главное, несколько пентакиллов сделали, и счета были большие, и 28 минут игры всего лишь. Ну, у нас Европа. Европа сегодня. Первый матч H2K против команды Unicorns of Love. Аутсайдеры встречаются друг против друга. Ну, как аутсайдеры? Десятое место у одной команды. По урону, правда, Exile у нас идёт на девятом месте. Молодец. Это представитель команды Поняшек, Unicorns of Love, и не выиграли ещё ни одной игры. Уже оценил. Нерф Клиптомансии. У меня была Илоуи с Клиптой на девятой минуте шесть предметов, пять из которых деньги. Ничего не понял, но я понял, что это про Нерф Клиптомансии, но насколько я понял, это вообще никак не повлияло на игру. То есть, те чемпионы, которые играли через Клиптомансию, они продолжают через неё играть, и самое главное, у них всё работает. То есть, они всё ещё зарабатывают почти столько же денег, сколько и было. То есть, Риуты не особо что-то натворили. И нам показывают... Я хотел сказать, Янкоза, но это не Янкоза, ребят. Это Санторин, который приехал из команды TSM. Ну, точнее, он приехал из команды Американской какой-то, Челленджер Лиги. Но до этого, последний раз, играл в профессиональной команде в TSM. Приехал из Америки назад в Европу, и... Ну, ничего не делает. В общем, ничего. Я видел женщину уже 2000 лет. И фига ты, ты вампир? Это, кстати, такая тянька фигуристая, давайте скажем так. Стоит у стены фигуристая тянька. Комментаторы, да, тут говорят, что много лет назад команда H2K всё же одержали победу. Одержали они победу над командой Fnatic, и даже на равных поиграли. С Виталиками, правда, в итоге всё равно проиграли. Если честно, я думаю, у Unicorns of Love в этой игре вообще нет шанса. Дело в том, что, ну, они идут, ноль побед из четырёх игр, да и в матче были односторонние. Воу-воу-воу-воу-воу, этот Камиджу сегодня вообще какой-то злой. Говорит, ей бы сбросить пару Грагасов, ну, ясно. Молодой ты ещё Камиджу. Такими тяньками, ух, только в бой. Ещё ништяк, а тебе, пойдём, мужчина нравится? Это ты про кого говоришь? Это ты на кого тут намекаешь? Конечно, мужчины. Вообще, все мои друзья мужчины. А все мои подруги женщины. Совпадение. Есть. Сколько стоит переехать жить в Латвию, или ты там родился? А, и я вообще-то латыш. Так что, я за это не платил. Но ты, судя по всему, собираешься платить за переезд. И опять меня через G начал называть. Так какие комментарии, такие и наименования. Показывает нам команда Misfit, как выглядела команду HTK на шорбаф. Пыталась HTK сделать, но это был полный провал после этого. О, прикольно, кстати, Рио-то сделали европейские. Они во время, вот как раз, чемпион селекта нам показывают какие-то старые моменты из игры. Да, 0,4 и 1,3. Ну, такой есть результат у этих команд. Напоминаю, что у нас патч 8,2, ребят, наконец-то. Но Нуну был забанен. Нуну был уничтожен командой HTK. И напоминаю, что главные, основные изменения, это Галдера. Галдера, Галдера, это, я так называл, золотые слитки, зеленые, синие и желтые. Галдеры, они теперь, можно сказать, потеряли свои суперактивки, но при этом дают бесплатный вам сайдстоун, который вы накапливаете после 500 золота. То есть накопили 500 золота, получили сайдстоун, бегаете, расставляете варды. С одной стороны плюс, но с другой стороны у вас потерянный слот. Хотя для мидгейма это не потерянный слот, а выигранный вард. Не забывайте об этом. То есть, понятное дело, что в лейте этот предмет теперь уже бесполезен. Ну и мидеры, мне кажется, будут сейчас отказываться, как, в общем-то, и Владимир будет отказываться от синего Галдера. Насчет зеленого Галдера, а Декери должны отказываться, потому что у него меньше отхила и нет щитка дополнительного. И получается, у нас только вот синие Галдеры хорошо работают на саппортов, они снова их будут брать. Зеленые Галдеры по-прежнему хорошо работают на танков саппортов, потому что они его тоже будут брать. И В-Орна, W-Орна, правильно, чатик нам тут накидал информацию, действительно так есть. В-Орна была еще за Неплина, помимо этого, вау, как у меня эхо идет аж. Я 7.2, слушайте, отключу на трансляцию. Такое прямо эхо было, как будто... Киви Мастер поддержал на стол. Передай привет Женьку. Он сегодня первый раз смотрит Ло. Женька, оставайся с нами. Первый раз всегда больно, я сам пробовал. Но знаешь, потом привыкаешь и становится приятненько. Здесь у нас такие шутки, Капа Прайцкий всегда, это Лига Легенд, привыкай. И собираешься остаться здесь надолго. Ну так вот, Женьке мы передали привет или Женько? Я так и не понял. Или это вообще было Жене, просто бот прочитал так неудачно. Сиджуани была забанена. Команда HTK, так как они взяли себе уже Адекири Кейтлин, забанили двух АДшников, которые хорошо играют против Кейтлин. Напоминаю, ребят, что у меня есть табличка синергии саппортов и Адекири на бутлейне. И как ни странно, вы можете ей пользоваться. Ее можно найти легко в интернете. Да ладно, в группе ВКонтакте и на Ютубе у меня. Кого ставим 5 евросов? Ну, деньги не мои, как говорится. Я бы ставил все равно на HTK, если я уже это произнес. Юникорнцы совсем не выглядят как команда. И вряд ли патч 8.2 что-то изменил в их пользу. Валерия Котт. Я как раз про этой чатика спрашивал. Никто из чатика не нашел. И я сам не нашел, и чатика не нашел. Для моей гарнитуры никаких программок. Если найдешь HyperX Cloud 2, так называется, сразу же пиши спокойно мне в личку. Я буду пользоваться программкой, которую найдешь. Мне кажется, или после выхода с Зая Кейтс считалась контроль к ней? Да, после выхода с самого начала с Зая Кейтлин была контроль. Но не забывай, что у Кейтлин тогда была пассивка на Хурикане, и кушка была более сильная. То есть был чаще откат кушки на линии и больше урона с кушки. Получается, она через кушку запушивала постоянно Заю, и одновременно с этим, тем файтом Кейтлин могла дамажить сразу нескольких игроков. Сейчас Хурикан Кейтлин никто не собирает, потому что он больше не работает. Ну и на линии больше нет хорошего запушивания у Кейтлина. И как итог, Зая стала уже контроль Кейтлин. Ну как контроль? Скорее, более легкая линия для них, чем обычно. У Пони сетап лучшим. Посмотрим. Сейчас все посмотрим. Не переживайте, ребят. Не переживайте. У нас получается Джейс на топе против Гнара. Это доминация команды H2K. Зака они взяли против Джарвана. Здесь скорее за Джарвана будет доминацион. Не упоминает то, что это больше нравится. Нифига у нас там чатика. Я вам не нужен, я смотрю. Будем просто экран показывать, а вы будете сами все комментировать. В чем была сила синего голдера? Замедляшка и ускоряшка. Замедление это гуси, который ты активку нажимал. И после каждого твоего спелла по противнику, ты получал скорость передвижения дополнительную. Ненадолго. Там, на одну секунду, по-моему. Но все равно это было круто. То есть, получается, ты давал спелл за Владимира и получал к своему госту еще дополнительную скорость передвижения. Как думаешь, в этом сплите пойдет ли европейский король? А, ты про Дж2? Ну, пока выглядит, как падение их. Но не факт. Но не факт. Под конец сезона могут отыграться. О, как она строгая госпожа. Она явно косплеит Бриану Стар... Бриана... А как ее звали, фамилия? Бриана же она была, да? Почему-то ее Бриана Старк хотел назвать, но у нее же фамилия была не Старк, она просто за Старков была, из как раз Игры Престолов. Персонаж... Вроде ее Бриана звали. Я просто книжки не читал, поэтому с именами... Бриена мне говорят. Тарт, Тарт. Не Бриана, а Бриена. А Бриана это, наверное, какая-нибудь певица. Бриана Тарт. Ну вот. А судья косплеит Камилу. Второй судья не обратил внимания. Ну так вот. Райс у нас против Зои стоит. Зоя, насколько помните, уже много раз вам говорил, хорошая у него линия против Райса, почти ничего он не может сделать. Кстати, нам говорят, что Релик Шилд взял вроде как Самокс. Сейчас посмотрим, но нам пока идет описание. Минус 50% лечения для дальнобойных чемпионов. Нет больше бонуса Шилда. И превращается он в Сайд Стоун. Против... Это мы уже говорили. Бриана Ретарт. Ну да. Привет, с кем Лэй ты, за кого аллеешь? Аллею не за кого, ну, скорее, просто за то, что я проголосовал за команду H2K. Вот за них и будем тогда немножко болеть. И нету, нету. Подождите, Зеленого Голдера нет. Английские комментаторы нас сбили с толку. Они есть, но на саппортах. А как раз два Декери у нас взяли Дораны. Один Доран Блейд. Это Кейтлин, потому что ей чаще будет удаваться дать автоатаку. Ей не стоит бояться Хараси, который может дать по ней Тристана. Ну и, соответственно, Тристана, зная, что тяжело ей будет стоять на этой линии против Кейтлин, купила себе Доран Шилд. Ну а сам древний щит, видите, релики оба собрали. Саппорты будут сейчас размениваться. Но пока ничего не поменялось. То есть, ну и померьте. У нас тут Джарван делает левел 2 ганг. Причем знал Кейдриэль, что Джарван начинал с Красного Леса. И, честно, мне не ясно, в чем был прикол от Кейдриэля оставаться на этой линии. Он Клинс прожал, который ему ничего не дал. И не отфлэшился, не успел. Колд его просто загангал и убил. Кейдриэль отдался, ну, как лошарик, если честно. Потому что, ну, фришно у него все было. Знал, что с Красного Баффа стартует. Знал, что Зак сейчас без своего леса остался. И может прийти Джарван тебе со спины. Ну, ладно. Вообще, лесники без мана идут на сене. Это вообще норм. Санторин не пошел. Мы же с вами уже это вроде обсуждали. Зак очень слабый джанглер в первые 3 левела. Он не может ни с кем размениваться. Он боится любой встречи с джанглером оппонентов. И по этой причине команда Ищетоке начали с синего Баффа, чтобы точно дать Заку хороший Лиш. Запушите мой, чтобы линию лесную. И одновременно с этим, чтобы не встретиться с Джарваном. Если Джарван пойдет на Красный Бафф, то вы просто отдаете Красный Бафф и не паритесь по этому поводу. Сейчас Зак у нас хотел было на реку спуститься. Вот не факт, что он выгодный мув все же делает. Спускается он на реку, начинает забирать там речного краба. Ну, рядом там Райса, рядом где-то Джарван, но они его не видят и отпускают. Может он Флэш хотел нажать и не Клинц? Ну, чтобы он не хотел нажать, он это не нажал. У кого лучший пик? Вот люди не хотят, чтобы я им его рассказал, поэтому они задают этот вопрос раз за разом. Мне кажется, ребят, что Юникорнсов посильнее Лэдгейм. Тут у них и Тристана с тремя танками. Тут тебе и Райс, который сможет как раз довести команду до этой стадии. Нам все еще мастерки с рунами не показали, но я абсолютно уверен, что Райс у нас играет с книжкой. Так что... Ну, потому что он с Игнайтом пошел на линию, и при помощи этого Игнайта они сделали уже килл. Хотя при помощи этого Игнайта они ничего не сделали, а так как Клинц снимает Игнайт, кто не в курсе. Первый тик срабатывает. Но... У Юникорнсов сильнее, но ненамного. Давайте так пойдем. А у команды HTK есть два жестких полкера. Это Джейс и Зоя. Ставит у нас здесь Санториум Пинкварт, выбивает Вардецкий. Колд хотел было забрать Рапторов, но понял, что ничего не получится. А Тристану у нас, судя по всему, тоже играет с книжкой, потому что у него печеньки появились. Возможно, это с книжкой... Ну, пока только можем предполагать, дождемся давайте рун, и тогда будем уже по рунам пробегать. А сейчас просто скажу, почему я считаю, что у HTK тоже есть в лайтгейме. Потенциал это из-за того, что Джейс может делать сплит-пуш. Чистой воды сплит-пуш. Не боясь, что ему как-то может остановить его гнар. Вообще пофиг на него. Вот смотрите, как он продамаживает Вайт Найт, и при правильном билде, в общем-то, Вайт Найт от него защищаться никак не сможет. Вот теперь будем смотреть. Три книжки у нас в команде HTK, у Мидера, Джанглера... Ой, извините, Джанглер. Книжка — это не самая разумная идея. У Мидера, Адекери и Саппорта, и две книжки в команде Unicorns of Love. Оба, получается, Адекери играют как раз с книжками. Экономические ветки, где у вас есть бесплатные ботинки на 10-й минуте, где у вас есть Жонька в начале игры. Ну, Тристана не взяла Жоньку, она взяла печенье вместо Жоне, чтобы было больше маны, чтобы... Не знаю, если честно, мне это не нравится. Версия Тристана особо не страдает с маной, поэтому ей увеличивать свой монопул суммарно нет никакого смысла, там, на 200 маны. А вот 600 золота он потерял... Ну, как потерял? Может быть, он и не собирался идти в Guardian Angel, поэтому ничего не потерял. TP Meta, Stopwatch Meta и TP Meta. Ну, TP Meta я бы это не назвал. Вообще, очень редко игроки даже корейские проделывали какие-то действия через телепортации. Саппорты только делали вот разные плейсы с телепортациями. Ну, в данном случае, только промиски может этим заняться. Шпратель, который... Помните шпателя? Это он. Какая-то такая небоевая игра. Смитти Джей возвращается на линию. White Knight в ответ точно так же через телепорт возвращается на линию. Причем он нажал позже, как только увидел, что Джейсон туда летит. Там же вроде поменялось расположение стоп-вотча. Нет, нет, еще нет. В 8,3 будет расположение стоп-вотча. Точнее, не стоп-вотча, а ботинок поменяется с печальками местами. И ты будешь выбирать. Так, я уже сказал, у кого лейт. Сказал, что 55% за команды Unicorns of Love. Ну, может быть, до 60% дойдет. Так что тут выбирайте сами. Нравится вам это или нет. Ну, а другим людям, которые будут заходить и спрашивать, советую, вот, им ответьте из чати, как кто-нибудь подскажите. Синебаф тут Райзу отдали. А в этот момент у нас команда H2K, отдав свой синебаф, решает сделать свап и попытаться вышку сломать. Но вот незадача снизу. Там тоже вышка падает. Смитиджей отгоняет здесь White Knight, что бы тот не мог посражаться за эту вышкансью. Да, крипы новые подходят. Идет телепортация от Райза. Но рановато какую-то Ешку дала у нас Зоя. И забили на это H2K. Честно, у них был телепорт от PromisQ. Они могли этим воспользоваться. Тупо PromisQ мог сейчас нажать телепортацию. Они бы тупо сделали Tower Dive 4 в 2 на топе. И это был бы ответный килл плюс вышка. Но решили просто поломать немного вышку и вернуться к своим делам. Зоя возвращается на мид, но без синего бафа. Зак возвращается в свой лес, но без каких-либо вообще гангов. Ну и остался с Митиджей один на один. Колд спускается вниз. Он знает, где примерно Зак сейчас находится. Что Зак? Либо в красном лесу, либо сейчас возвращается в его синий. А вот и идет наконец-то телепортация PromisQ. Но он ее отменяет. А почему? Я не понял. Можешь еще рассказать про агрокриппов на таргетные спеллы? Да, можно, кстати, об этом рассказать. Но это минус вышка. Юникорнцы выиграли лейнинг фазу. Она закончилась на девятой минуте. У обеих команд попадали в вышки. И сейчас начнется мидгейм. В мидгейме есть тут преимущество за командой H2K. Тут тебе и Зоя с полком, тут тебе и Джей с полком. Да и Зак может всегда оказаться почти в любой точке карты за счет своей ульты. Ой, ульты прыжка с Ешки. Ну как, не в любой точке карты, но почти с двух экранов он может впрыгивать. В отличие от того же самого Джарвана, который очень сильно ограничен помощью своих союзников. Но зато у них есть алистарт, а Тора играет на нем. Смит и Джей. 96 фарма на 67. Это, конечно, хороший результат. И, видимо, сейчас будет команда H2K через его Боттерк, через его Блэк Левер. Ласт Виспер, такой должен билд делать у нас Джейс, давить. Пушистый Джейс против пушистого Гнара. Мы с вами видели, как Гнар может защищаться от Джейса, но это неправильный билд выбрал у нас Вайт Найт. Обычно в качестве защиты выбирают зеленую ветку как основную с Граспом. Опа. Будет ли у нас Кайдрель отфлэшиваться? Отфлэшивается, но Тора флэшится за ним. Жоника есть, Тора прожимает свою ульту, чтобы отбежать из-под этой вышки с ЖВМ. И у нас пришел вот Санторин, напугал команду Unicorn Ciflaff, и они вынуждены были отступить. Европа прикольненькая, это первая игра. Ну да, пока первая. Теперь, да, там говорят Дриша, что есть хекс флэш у Алистара, ему это нравится. Мне на самом деле не особо нравится, но видели мы несколько раз, как эти плейсы делаются. Через стеночку Алистар перефлэшивается к вам за спину через хекс флэш, как раз используя. Каждые 15 секунд это может делать, и потом пытается на ромящих ботинках забежать вам за спину и впихнуть вас в свою команду. Такие плейсы есть, но в данном случае пока негде воспользоваться ими. Не, ну фирсблады были и до этого, там в чатике пишут, что фирсблад на девятой минуте, наконец-то. Фирсблады были и до этого, этой вышки, так что там и пораньше даже люди выбивали и на шестой минуте. И на седьмой минуте, я помню, там с тавардаевами на ботлейне выбивали все вышки. Что за хекс флэш? Это в ветке экономической можно взять либо печеньку, либо жоню, либо хекс флэш. И вот выбрал у нас Алистар хекс флэш для того, чтобы, когда у него флэш выключен, каждые 15 секунд он мог бы перепрыгивать через стенку. Ну, перепрыгивать можешь, когда нажмешь на него, но откат 15 секунд у этой штуки, вот в чем идея. Но им сразу нельзя флэшиться, там надо ждать, если я правильно помню, полторы секунды. И ченнелинг этот спелл, вам надо подождать полторы секунды, как у Фиделстика ульта. И тогда вы делаете только прыжок вперед. Есть шанс увидеть хотя бы один килл до 25 минуты. А мы уже увидели, ты чего? Ну, а вообще, конечно, я расстроен, потому что мета в патче 8.2 никак не повлияла почему-то на эти команды. Ну, может, потому что это команда аутсайдеров, и на них вообще ничего повлиять уже не может. Аутсайдеры Европейского чемпионата, они открытием сегодняшнего дня занимаются. Остальные матчи будут поинтереснее обязательно. Подсказывают мне не 15, а 20 секунд. А, ну, 20 так 20. Привет, Kill Them All Trash. Kill Them All Trash. Там, наверное, так надо у них зачитывать. Оу, все. Ну, слава богу. Я уж хотел идти на YouTube, но вернулась, вернулась трансляция. Что значит аутсайдеры? Ты не знаешь такое слово? Это значит слабые. Нижнего уровня команды. Я пытался сейчас в русском языке найти перевод слова аутсайдеры, и мне казалось, что это слово уже настолько закрепилось в русском языке, что все его знают. Аут – это типа позади, а сайт – это, в общем, находящиеся на задней линии. Если на русский переводить, глупо это звучит, поэтому будем их называть заднеполевые. Ну, сайт еще можно перевести как полевые, аут – это зад. Так что заднеполевые, ребят, команды у нас сейчас играют отстающие. Что за глупости? Какие-то украинские слова нам тут пытаются Камиджу сунуть. Конечно же заднеполевые. Отстающие. ГГ походу. Какой ГГ? Просто убили Джейса, зашли к нему со спины, как раз по заднему, так сказать, прогулялись. А вы говорите, по отстающей. Вот отстающие так бы не поступили. Как раз вот зашли со спины, сделали келец. Ничего на самом деле не повлияло на игру, просто немножко фарма отыграли, заданали, соответственно, и Смитиджеев фарм, и White Knight сравнялся с ним теперь по левелу. Кстати, White Knight получил только ассист, так что он по золоту по-прежнему отстает от Джейса довольно прилично. О, какой-то апдейт есть, давайте послушаем. 48. Интересно. Интересная статистика. Я просто подслушал, сейчас английский комментатор в Тревор Геннери нам дал статистику. 48. 48% винрейт у команды, которая забирает и первого дракона, и первую вышку, и First Blood. Вот такой вот интересной статистикой обладает Riot. И знаете, что любопытно, то что в прошлых годах, допустим, команда, которая просто забирала даже первого дракона, уже имела там под 60% винрейт, а команда, которая забирала там первую вышку, тоже под 60%, ну и, соответственно, если вы все втроем забирали там почти 80%, чтобы выиграть игру, такие вот сноуболы были довольно неплохие в седьмом сезоне. Сейчас же, получается, вы даже в минус себе сыграли, потому что, с точки зрения статистики, 52% что выиграет оппоненты теперь H2K против Unicorns of Love 48. Хороший тут вырыв от Санторина, но мимо. И забирают они еще и Геральда. Возможно, статистика на Геральда тоже есть. Подслушаю еще английский комментаторов, они, может, еще что-то нам подскажут. Интересно. Он сказал, что не было такой статистики, была статистика просто по Геральду, но я процент, к сожалению, не услышал, ребят, потому что, ну, сам говорю, и надо слушать одновременно. Но Unicorns of Love установили рекорд Европы. Ни одна команда еще не забирала все четыре объекта одновременно. Unicorns of Love обладает абсолютной доминацией сейчас над командой H2K на чемпионате Европы, но пока они ничего этим не добились. Преимущество всего лишь мизерное в 2000, даже чуть-чуть поменьше. И, по сути, это преимущество не на фарме даже сделано, а как раз на том, что они объектов забрали больше, пытаются убедить здесь промиски. Не получается, он отслышивается. Шериф тоже, кстати, прожимал флеш. У Шерифа все еще телепорт. Ему надо будет телепорт, конечно, уже выменять на хилл, но пока как есть. Кайдриэль впрыгивает, дает тут выстрел со своих спельчиков. Много урон нанес, но команда Unicorns добивает таки вышку, там 10% хп оставалось. А если еще Геральда забираете, то вообще 30%. Ну, кстати, возможно, будет 0% винрейт теперь, понимаете, да? Статистика, она же создается прямо здесь у нас и сейчас на глазах. Команда сейчас забрала 4 объекта, первых в начале игры. Если они проиграют команде Unicorns и проиграют команде H2KF, то получат 0% винрейт у таких команд. Но у них реально нет никакого преимущества. Всего лишь 2 500, это вообще копейки. Это даже учитывать не стоит. Санторина здесь ловит экзайл, ну и Санторин отходит в сторону, будет просто через смайт. Забирайте неба в себе, хотя, правда, у него пока смайт не откатился. А, нет, без смайта, это сделал Кайдриэль. Очень хорошую кушку дал с прыжка, забирает себе синий. Приветствую всех, ребят, как у вас дела? Поделитесь с нами. Сегодня пятница, пятница вечер, а то просто пятница-развратница плохо звучит. Кайдриэль сделал флэш Е, не попадает в экзайл, экзайл начинает бычить уже на Зоечку, но Зоечка была не одна. Зоечка была вместе с Санторином. Санторин впрыгивает, дает ульту, но экзайл что-то как-то с ними легко справился. Ответ очевиден, у них магический только урон, а вот это плохо. Ловит здесь Райза, и его убивают! В Ешечку все же попадает. Райза был у экзайла флэш, он почему-то его пожалел. Говорит, я не буду тратить на этих донских H2K свой флэш. Недостойны они этого. И, конечно же, после флэша непотраченного в Ешку влетает Каэдреэлевскую Райз и погибает уже от камбы. Ну так вот, да, про пятницу-развратницу. У нас здесь как раз матч с задней приводом, а мы тут про пятницу-развратницу как раз говорим. Ну а почему они Райза не смогли сразу убить, тот скажет. Ну, в итоге же убили, да, мол, ошибся. Нет, я не ошибся, здесь, конечно, Райз мог спокойно вообще уйти, он остался слишком долго. А убить я не смогу, так как у Райза два предмета были на магическую защиту. Обычно те чемпионы, которые играют, ну, видите, он совсем здесь зобычил и вот он пайпал. Так вот, магическая защита через мерки, магическая защита через Абисал маску. Сейчас еще появилась Жоня. Обычно, если вы играете через мидера Ability Power, желательно все же играть Адешного джанглера, либо просто танк и инициатора, ну, это я намекаю на то, что здесь-то все правильно, у команды H2K, но вы не должны рассчитывать на вот такие рандомные киллы снизу. Он произошел, но это совсем на такое рассчитывать не стоит. Это чисто если по соло-кушному идти, если у вас мидер АПшный и вы взяли себе АПшника, вы должны найти на карте у себя, так сказать, АД урон, либо какой-то хард-контроль и вот с ним работать. Ну, к примеру, вот даже в моем Ивелинке или Лизе на медиа у меня стоит, допустим, та же самая Зоя. Я могу ее сделать ганг, но рассчитывать на то, что мы сможем раз за разом заполучать там киллы, особенно если оппонент начинает рашить Магрес, не стоит. Лучше работать с тем же самым Джейсом. Вот я удивлен, что Зак забил полностью на Джейса. Сопливый очень у нас получился джанглер, он ничего не делает, пока в этой игре один оси заработал, да и то случайно. А Тристанин с Кейт книжками ходит, они вообще меняли самунирки? Да, меняли были у обоих по телепорту, они летали на линии, по-моему, даже два раза, и поэтому у них столько фарм, представляете, эти числа, 254, 242. Ну, а сейчас уже поменяли на киллы, и будут с ними дальше бегать. На самом деле, Тристанин, наверное, даже стоило клин взять. Хилл не особо ей даст каких-то показателей хороших в темфайте, а вот Кейтлин, да, ей лучше через Хилл играть, потому что и у Джарвана будет возможность с нее ворваться, и тот же самый Алистар будет давать по ней подкидывание иногда, если будет добираться. А Клинс против этого помогать не будет. Только я сказал, что оставили у нас Джейса одного, как ему пришли и организовали убийство на Хомяке. Хомяка сейчас, конечно, на шкурку пустит Смитти Джей, но Хомяк еще долго жив, но не долго он все же жил. Экзайл сломал вышку снизу в этот момент с киллом. Команда H2K ломает вышку на топе, но остатки Unicorns of Love не пошли спасать своего Хомяка, а в ответ решили вышку сломать еще и на меде. По объектам намного лучше работают команды Unicorns of Love. Чувствуется, что сделали какие-то работы над ошибками в перерывах между играми. А в этом патче Камбу Райс Камбой еще может делать. Вот Райс, у него есть Жоня и есть возможность через нее прыгать. Смитти Джей у нас здесь начинает сражаться, прыгивает он зачем-то в Экзайл, Экзайл его сажает в Рун Призм, и Смитти Джей решил уже не тратить флэш. Не совсем я понимаю, почему он сразу не отфлэшился, когда в него Джарван еще выбегал. Наверное, он боялся, что Джарван даст флэш ульту по нему, но... Наверное. В итоге Килл еще один получается, забирает команду Юникорн софлаф, он здесь ловит Алистар, Алистар прожимает свою ульту и пацан Торина готов был сражаться, но тому пришлось тупо отфлэшиться. Хороший прокат здесь от Каэдриэля. Будем надеяться, что сегодняшние игры будут с каждой игрой все интереснее и интереснее становиться. Как раз у нас там по расписанию это в общем-то так все и составлено. Риуты не специально это сделали. Они в общем-то ожидали, что на этой неделе это почти что будет матч лидеров, ведь это лидеры прошлого сезона, помните, да, Юникорн софлава и Чтукеи. Одна команда поехала на чемпионат мира, вторая заняла четвертое место. Кто ж знал, что в этом году они будут такими как много урона по Самоксу зашло, вот его хилы зарешал. Я только вот тогда сказал, что он был Клинс уже наверное брать. Как только что его Кейтлин чуть было не убила в соло через свои криты. Не-не-не, Камбу убрали Жоня Райс или уже убрали. Я запутался. Возможно, да, вы правы. Я сейчас начинаю вспоминать. Да-да-да-да-да-да-да-да. Спасибо за поправку. Итак, ребята, в Госдуме была принята поправка. В патче 8.2 Райс больше не может Жоня льтить. Жоня льтить, Жоня эрить и так далее. Кто не знает, раньше он мог нажимать свою ульту, уходить Жоню и улетать. На самом деле, вот из-за этого я не люблю читать то, что будет в будущих патчах, потому что у меня все в кашу смешивается и получается супчик. Как бы сейчас кулинары не удивлялись моими сказанными словами. Почему эту Камбу убрали? Ну, чтобы Нейна Райз меньше пользовались. Но если мы увидим эту Камбу, значит, поправка была принята неверная. Но такое часто происходит в Думе, так что не удивляйтесь. Там чатик возмущается, что это только 8.3 будет, который я как раз тоже уже наизусть знаю, если честно. Я его уже реально 8.3 наизусть знаю, уже как будто на нем играю. И про Венгара уже начитался и насмотрелся видосиков. И про Свейна уже все знаю. Еще не поиграла уже эксперт из чатика за Свейна. Ох, здесь разменчик устраивает Экзайл. Он явно собирается взять на себе титул Супер Марио, помните, пареньками с команды Виталиков, который на Райзе продавливал две линии, ну, две линии в смысле двух игроков на своей линии. Нужно налог ввести на Жоню. Да. Неплохие здесь такие размены. Разные скиллшоты летят, но самое смешное, что одна ошибка и Кайдри или одна ошибка Райза может перевернуть весь бой в этом матче. Дело в том, что команда Unicorns of Love сейчас просто запустила режим 4-1 сплитпуш, пытаются а не убить Промискю. Перефлешивается у нас Татора цепляется за Промискю, но тот поставил свой щит, ему было плевать на все, Татора тоже под своей ультой бессмертим, поэтому он сможет уйти. Так вот, 4-1 у нас Unicorns of запустили сплитпуш, но не отправили они почему-то, не отправили Джейсона Райза, я не то, чтобы говорю, что Джейсон должен побеждать Райза, но мне кажется, ему попроще с ним бороться, а самое главное, от Кейдриэля было бы больше пользы на этом на Шоро стоянии. Да, 4 телепортации, они вообще могут туда кого угодно отсылать, если так задуматься, даже Кейтлин может идти и стоять против Райза, если бы она могла этим заниматься. Но тем временем мы с Митиджеем после Блэк Клевера, видите, он пошел в Хекс Дринкер как раз из-за Райза, а Гонар его пытается сейчас избежать. Третий Дракон уходит в команде Unicorns of Love, никак у нас еще такие за него бороться не будут, просто забили, на это отсиживаются. Вардера оставили на нашу Рейто, хорошо. Почему мне всегда так сильно плакать хочется, когда я вижу, как Джарван сдает комбу-флэш в танка. Да, но здесь, конечно, не очень удачная идея была. Пока Смитиджей прыгает в Экзайл, Экзайл его под Рум Призоном продамаживает, и Смитиджей уходит в падавышку, дает кушку, что-то урона вообще нет никакого у него по Экзайлу. Ну, так-то да, Дефиш в защиту говорит, почему Смитиджей так мало урона. То, что у него нету поук потенциала, не так много у него леталити собрано, но при чем здесь леталити, у него для ол-инна должен быть урон. Но получается, что просто Райс за счет одной тухой Жонни блокирует почти весь урон, который может нанести ему Смитиджей. Райс у нас продавил линию, Джейс вынужден пойти на фонтан и Ингибитор скорее всего упадет на ботлэйне. Три Клауд Дрейка есть в команде Юникорн Сэфлап отталкивает он с Митиджей. Экзайл дальше с прокаста сражается с Митиджей. Парочку автоатак дает, но понимает, что Экзайла откатили спелл, Экзайла прыгивает Каэдриэль, но остановить не может. Напоминаю, что есть четыре телепорта команды H2K, так что они смогут сражаться за Нашора все равно. Заг здесь, Заг готов прыгивать, хотя Листар обходит его и мог бы откинуть, но бросает команду Юникорн Сэфлап идею задушить эту змею, потому что сюда уже пришла сопля. Да, но вряд ли бы убили там, а попытка была с Митиджей сбить Рикол, точнее он хотел даже убить Райза, и скорее всего он бы ворвался после этого с Флэша, но Райз успел улететь, вряд ли бы Кушка именно убила Райза. 3-2 счет, типичная игра, не то чтобы европейская, а просто типичная игра, Апача 8.1, ну, теперь уже чувствую, надо называть это типичная игра сезона 8-го. Потовем, на сколько ласунцов Аша плохой Адекерри? По-моему, на 10 ласунцов из 10. А по мне она четверочка, ну, то есть 4 балла из 10. Если по оценкам идти сейчас Адекериков, там, Люциан где-то в районе тройки будет, ну, Люциан именно как Адекери, мы не рассматриваем Люциана на топе, либо контрпик на мид. Вот Аша у меня будет в четверочке сидеть. Но смитиджей делает улын в Экзайл, рядом у нас опять Кайдрель, опять он не попадает ни одними скиллшотами, но сейчас он наконец-то попал, и, может быть, Ешку даст какую-нибудь, но он пока все дает мимо, Экзайл откачивает их двоих, уворачивается от Ешки, цепляется за Кайдрель, Кайдрель не попадает спеллом, флэшается Экзайл в этих двоих игроков прожимает Джонни и ульту. Ага! Поправка не принята. Все, ребят, поправка не принята. Кто у нас там? Какая партия поднимала эту тему? Я, как председатель правления, говорю, что поправку не принимаю. 8,3 патч только это признает. Тут у нас, кстати, занажер, война началась. Хороший! Ох, какой хороший стан в комбинации Станни с Джарваном после этого Джарван дает ульту и запирает шерифа. Но почему-то все игнорируют шерифа. Нет, шерифа все же не будет игнорировать. Игрок Экзайл, он как Чек Норрит пришел, разбил лицо этому шерифу, цепляется за проминскю. Проминскю вынужден прожать Джонни, он этому не поможет. Трипл келл для Райза должен был быть, но корова, корова съела усача. Тупейшая Зоя. Говорит Чатик. Возможно. Но Нашор уходит за командой Unicorns of Love. В сражении у нас было проиграно командой H2K на ботлейне 2 в 1, после чего Райз дал Джоню на улет, сделал рекол, получила регенерацию на базе, после этого на своей телепортации тоже прилетел на Нашора. Ну а H2K, так как жутко битые были после этого сражения, они вот двух игроков не успели туда прислать. Причем, самое интересное, типа они Райза убили даже, возможно, результат был бы, ну, примерно такой же. Тоже это был бы потерянный Нашорт, но, возможно, с убийством парочек игроков. Видите, тут у нас получается Зоя вынуждена реколит, Джарван, ой, извините, Джарван, Джейс просто начинает телепортацию. Ну и сейчас будет шикарный врыв. Татора, с подкидыванием, ааа, тут еще у нас зачем-то Браун потратил ульту, Зак потратил ульту на Алистара, ой, как много всего, да и Джейс, в общем-то, сделал ол-ин в него. Потом идет шикарная комбинация, вот здесь вот я Самоксу ставлю, гигантский минус за то, что он продолжил избивать Санторина вот в такой ситуации, где Джарван запер Кейтлин, которая никуда не уходит. Просто иди и бей Кейтлин. Ну, все хорошо, что хорошо кончается, как говорится. А зачем Кейтлин книжка? Я просто в шоке. Ну, если ты обратишь внимание, у Тристана и тоже книжка. Смотреть надо обоюдную ситуацию. Книжка — это, по сути, новая альтернатива зеленого Голдера на Адекере, чтобы они не мучились на линии, чтобы они могли выфармливать свои предметы. Они играют через книжку с чаще, более частым откатом на саммонерспеллов. Соответственно, у тебя есть возможность флэши чаще давать в тимфайтах, понимаешь, да? Ну, и хил. А телепорт вы берете на линию для того, чтобы на линию возвращаться и не терять паки крипов. А вообще, есть описание у меня в описании стрима. Есть ссылка на YouTube. На YouTube найдешь ролик под тегом книжка. Ну, иногда бот ее спамит, и там я это уже все рассказывал более подробно. С цифрками, с картиночками, с всеми интимными подробностями. но так как в этой игре больше не о чем было говорить. 7,2, да, а патч у нас 8,2. Надо еще один килл, чтобы игра по киллам хотя бы равнялась патчу, а то даже это не получается. 34-ая минута, 7,2. Если бы знал Алексич, во что превратится эта игра, да, ребят, или там Дарьян знал бы во что превратится эта игра. Та игра, которая заканчивалась со счетом 25 на 18 там на 23-й минуте. Не играли бы они в Лигу Легенд уже тогда. Не давали этим злэм. Хотел сказать русским, ну, как обычно, знаете. Хорошая инициация здесь у нас от Колда. Алистар тоже немножко выигрывает времени, но выживает у нас в речи токе. Дело в том, что там Тристана заканчивает игру. Потихонечку, я вижу снизу, она просто вышку убивает. Ей плевать на все, что там делает ее команда. Даже не подошла с ними воевать. Минус еще одна вышка. 7-2 будет. Нет, у нас Митиджей делает улын в 300, но переключается, правда, на него очень поздно. И у нас 7-3 становится счет. Небольшой камбэк, возможно, организует сейчас команда и чутоке. Они сделали акилл. Пытаются сделать еще один килл, но бэкдорят, как, не знаю, как некрасиво поступает Юникорнс. Они не убивают игроков, они бэкдорят и заканчивают эту игру. Да, на самом деле, пофиг. Да ладно, всегда такие нудные игры были. Ну, были переводы, да, у риотов нудоты. Какая интересная музыка у нас. Вы слышите ее? Тран-тран-тран. Как будто кто-то дома на синтезаторе и с подборкой мелодий сыграл. Юникорнс! О-о-о-о! Не, ну с такой мотивацией дальше девятого места вам не сунутся. Юникорнс! Ладно. Идем на перерыв, ребят. После этого у нас будет следующая европейская игра, но сначала еще английские комментаторы нам что-нибудь веселое расскажут. Тролл длинный гэм designed for это